МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом! С вами снова информационно-аналитическая программа Шавуатоф и я, Татьяна Исакова. Мы готовы рассказать вам о самых интересных и значимых событиях за минувшую неделю. Но для начала коротко о главном. Долгожданный подарок на Пурим Катан в Сокольниках состоялось торжественное открытие Микве Махон Хамеш. Пенальцы, пасы, гол. Молодежная группа Стмеги начала активную подготовку к ежегодному чемпионату по мини-футболу. 765 нот в минуту в Жуковке дал концерт самый быстрый пианист в мире Питер Бенц. Пижамная библиотечка с доставкой на дом для еврейских детей пока только в Москве. Бат-митцва для пятерых. Наш репортаж и школа лидерства Лаудер Эцхайм. Московские евреи, которые живут в районах Сокольники и Преображенское, получили долгожданный подарок – Микву. Произошло это событие, как и анонсировало Стмеги ТВ, 23 февраля на праздник Пурим-Катан. Напомню, что строительство ритуального объекта шло два года. Баланс в тандеме религии и современной технологии контролировали самые уважаемые и признанные специалисты в этой сфере. Так, например, фундаментальные принципы Миквы соблюдены полностью. Вода здесь только дождевая. Хотя беспокоиться о ее частоте не стоит для дезинфекции H2O куплены специальные фильтры. Само же внутреннее обустройство больше похоже на дорогой спа-салон, что особенно понравилась женщинам. К тому же большая и самая лучшая часть помещения отдана именно им. Но вот главными гостями самого торжественного мероприятия стали все-таки мужчины. Женскую и мужскую Миквы строили не больше года и открыли на праздник Пурим-Катан. На торжественную церемонию открытия ритуальных бассейнов собралось много почетных гостей. Всегда мы стараемся, чтобы Миквы были красивыми. Но здесь реально видно, что вложили огромные усилия от души. Дай Бог, чтобы люди, которые будут сюда приходить, они также почувствовали святость, чистота, духовное отношение, которое присутствует в этой Микве. Многим даже показалось, что они зашли не в помещение для ритуальных омовений, а в музее или по меньшей мере оказались на Рублевке. Это комната для приготовления женщин к омовению. Таких здесь три. В них есть абсолютно все. С помощью гаджета вы можете вызвать администратора или сообщить о том, что вы готовы к посещению Миквы. Если она свободна, то вы тут же пройдете в помещение для ритуального омовения. Вода в Микве исключительно дождевая. Это уникальный случай. В других случаях дождевую воду смешивают с обычной водой из крана. И есть специальные составы, специальные способы, как правильно смешать, чтобы это было все кошерное. В данном случае использовали только дождевую воду. У некоторых есть опасения и сомнения, что вот эта дождевая вода, как с точки зрения санитарии, гигиены, все-все-все, на самом деле мы приобрели самый современный фильтр для очистки воды. И эту воду можно пить. Благотворительный фонд Стмеги стал одним из основных спонсоров этого проекта. Исай Захарьяев был здесь еще до открытия. Но такого результата, признается, не ожидал. Очень большая разница. Очень впечатляет эта Миква. Наверное, это один из самых красивых, не то что в России, а в мире, наверное. Я думаю, что, приходя сюда, в эту Микву, наши женщины будут себя чувствовать по-другому. Это просто шикарно. Женщина, которая будет посещать эту Микву, она помолодеет лет на 20, а может быть еще больше. Миква сделана с невероятной любовью, теплотой, любовью к женщинам. Потому что для еврейской женщины очень важно, когда она выполняет такую заповедь, чтобы она почувствовала всю красоту этой заповеди. И действительно, в этой Микве можно это почувствовать. Великий Антон Павлович, хоть и не был евреем, зато его установки нравятся многим. Формулируют их по-разному, но смысл от этого, конечно, не менять. Помните классику. В человеке должно быть все прекрасно, и душа, и тело, и мысли. В молодежном клубе «Стмеги» согласны. Поэтому подрастающему поколению дают возможность не только получать новые знания, но и тренировать свое тело. Активисты клуба от спортивного тренда в восторге. До чемпионата по молодежному мини-футболу осталось три месяца. На поле погонять мяч вышли порядка 20 ребят. Моя коллега Евгения Радина была среди болельщиц. По ее подсчетам на тренировочном матче победила дружба. Молодежный клуб «Стмеги» регулярно проводит различные мероприятия. Это тренинги по бизнесу и по психологии, посещение музеев и выставок. На этот раз ребята посвятили свою встречу спорту и организовали мини-чемпионат по футболу. Это первое футбольное мероприятие вне Кубка «Стмеги». В нем приняли участие больше 20 человек. Я считаю, что сегодня была очень хорошая тренировка. Я думаю, что впоследствии, благодаря этим тренировкам, которые у нас начали проходить в нашем молодежном клубе «Стмеги», помогут нам отобрать команду к ближайшему чемпионату, который пройдет, как всегда, я думаю, в мае. Мы хотим показать, что молодежный клуб «Стмеги» будет развивать молодежь, именно горско-еврейскую, еврейскую. Не только в интеллектуальном, не только в религиозном смысле, но и в спортивном смысле. Поле ребятам уже знакомо. Здесь регулярно проводится ежегодный Кубок «Стмеги» по мини-футболу. Мы собрали очень сильную команду, сегодня потренировались, всех выиграли. И ждем чемпионата. Очень надеемся, что в этом году мы выиграем. Спасибо большое организаторам. Давно мы не собирались, и это вообще отличная тренировка, потому что между учебой редко получается собраться, а тут все собрались, отлично поиграли, потренировались и готовимся к чемпионату. Активисты клуба сообщили, что планируют проводить такие небольшие чемпионаты по футболу раз в две недели или раз в месяц. От спорта предлагаю перейти к музыке. У этих, на первый взгляд, совершенно разных сфер деятельности оказывается много общего. Итогом и одного, и другого могут стать рекорды. Если за спортом все понятно, то вот в мире нот они, оказывается, тоже есть. И порой очень ошеломляющие достойные попадания в скрижали книг Гиннесса. Самый виртуозный и быстрый пианист мира Питер Бенц играет просто на пределе человеческих возможностей. Он воспроизводит 765 нот в минуту. Члены нашей съемочной группы пересчитывать не стали. Концерт исполнителя в Жуковке впечатлил и без этого. Молодой и талантливый исполнитель и композитор на пике популярности во всем мире. Ему 24, а он уже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый виртуозный пианист. 765 нот в минуту. Я начал играть на пианино очень рано, в два или три года. На старом пианино, которое стояло у моей бабушки. И получается, пианино росло вместе со мной. И оно уже продолжение меня. Но с другой стороны, я не могу сказать, что дня не могу прожить без фортепиано. Но тем не менее, это уже часть меня. Свою первую композицию Питер написал в 7 лет. А в 13 уже вышел его первый альбом «Грин Мьюзик». Он победитель и финалист различных конкурсов и фестивалей. Кавер-версия на песню Майкла Джексона «Бет» в исполнении Питера оценили поклонники творчества известного поп-короля. Она понравилась им не меньше, чем сам оригинал. Зрители остались в восторге от фортепианного концерта и еще долго не хотели отпускать со сцены Питера Бенса. Я была так рада, что это именно интерпретация известных хитов. И прям вот до визга рада. Хотелось подпевать мелодии каждой. Меня удивило, как он так быстро играет на пианино. Я думаю, все бы хотелось так быстро играть. Молодой человек многообещающий, без всякого сомнения. И хочется пожелать, чтобы у него был большой-большой успех. Я думаю, что он его добьется. Мы продолжаем. Шавотов. Читали ли вы своему ребенку сказку «Ханукальный медведь» или истории мореплавателей из Вавилонского Талмуда? Если нет, то тогда вам стоит получить читательский билет в пижамную библиотечку. Библиотека с милым названием не простая, а электронная. Так что фактически идти за книгами никуда не надо. Благодаря современным технологиям все можно сделать через интернет. Тем не менее, сама книга будет все-таки традиционной, бумажной. Ее доставит курьер. Причем сделает это все для вас абсолютно бесплатно. Результат – радостный, счастливый и умный малыш долго ждать себя не заставит. А говорю, что пока эта услуга доступна только для жителей Москвы. Все инструкции по применению знает моя коллега Инна Изыхеева. Она также выслушала и отклики первых читателей. Американский проект «Пижамная библиотечка» действует в России всего несколько месяцев и уже получил колоссальный успех в семьях Москвы. К сегодняшнему дню на бесплатные книги подписано около полутора тысяч детей. И это только начало. Наша задача в России – это достичь как минимум 10 тысяч подписчиков. В следующем году программа начнет действовать в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы стать ее участником, нужно просто зайти на наш сайт, на сайт «Пижамной библиотечки», пройти небольшую регистрацию, ответить на несколько вопросов. И уже через месяц, если, соответственно, вашему ребенку есть 4 года и больше 9 лет, он начнет получать эти еврейские книжки с доставкой, прямо с доставкой на дом. Лиля – молодая мама двух очаровательных девочек. Она одна из первых в России узнала об американском проекте Гарольда Гринспуна, оформила подписку и уже к Хануке преподнесла сюрприз своим дочуркам. Первые книги нам пришли как ханукальное чудо на праздник Ханука. И мы даже успели сделать по ней ладки с детьми, это традиционные оладушки. И вот так вот распространять традиции – это очень здорово. Илана с первой минуты полюбила новые книжки и отнюдь не из-за рецепта еврейского угощения. Девочка оценила непредсказуемые сюжеты сказок, которые теперь уже знает наизусть. Мне больше всего понравилось, как вместо раввина пришел медведь к бабушке отмечать ханку. Еще когда бабушка пыталась с него шугу снять. В семье Фридман появление пижамной библиотечки пока оценила только мама. Для нее это первый помощник в воспитании подрастающего поколения. Нам три года скоро будет. Это самое оно, как можно рассказать, начать рассказ ребенку о Боге. И немаловажно, что на самом деле книги очень красивые, иллюстрации красивые. Вот такие. За качеством и содержанием книг тщательно следит целая команда экспертов. Известные детские писатели, переводчики и литературные критики два раза в год отбирают литературу, которая будет распространяться по всему миру. На днях российский экспертный совет отобрал 30 книжек, которые в этом году будут радовать детишек. Бесплатные хорошие книжки, отобранные экспертами, такая редкость. Это создает детям первую их собственную библиотечку, не в гаджете, а вот собственную, которую можно в руках держать, листать, держать на полочке или под подушкой. Книжки хорошие, это главное. Они дают радость, они дают знакомство с историей, культурой. Очень симпатичные иллюстрации разного стиля. И это важно, потому что нельзя приучать детей только к одной какой-то стилистике. Критерии отбора детской литературы очень строгие. В первую очередь эксперты смотрят, насколько познавательна книга для детишек в плане традиции. Обращают внимание на иллюстрации и на значимость в общекультурном смысле. Книги пижамной библиотечки выходят ограниченным тиражом. Поэтому торопитесь подписаться, чтобы к Куриму ваши дети получили интеллектуальный подарок. Начали собирать свою детскую библиотеку. Героиням нашего следующего сюжета читать детские книги уже поздновато. Девочки из школы лидерства Лаудер Эдсхайм после Бат Митсвы официально вступили во взрослую жизнь. Девочки, конечно, еще молодые, но зато уже могут заинтересовать потенциальных женихов добротой, скромностью, терпением и ответственностью. Именно такой образ настоящей еврейской женщины они выбрали для своего представления. На праздники побывала и наша съемочная группа. В школе лидерства Лаудер Эдсхайм прошло важное событие Бат Митсва сразу пятерых учениц. Бат Митсва – это достижение совершеннолетия, момент перехода от детства к взрослой жизни, в который ребенок уже несет ответственность за свои поступки. По еврейскому закону у девочек Бат Митсва наступает в 12 лет. Бат Митсва – еврейское совершеннолетие – один из самых любимых праздников в нашей школе. И школа Лаудер Эдсхайм всегда отмечает эту дату в кругу самых близких для наших дорогих девочек людей. Это их родители, учителя и друзья. Девочки подготовили интересное представление, в котором обратились к опыту женщин, сыгравших важную роль в истории еврейского народа. Дорогие дочери царя, ставьте правильные цели и достигайте. Работайте над качеством своих душевых. И вместе мы сделаем этот мир лучший. Ученицы и приглашенные гости приняли участие в викторине, посвященной вопросам еврейской жизни, и выполнили одну из важнейших женских митсвот – отделение Халлэн. Приятным завершением праздника стали слова благодарности девочек, адресованные родителям и учителям, а также вручение памятных подарков. Было все замечательно, красиво. Мне было очень интересно, мне кажется, все прошло хорошо. Мы месяца два готовились, репетировали. Мы стали взрослее. Теперь мы будем брать на себя ответственность. После официальной части батмитсвы все собравшиеся были приглашены к праздничному столу. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи на Стмеги ТВ уже на следующей неделе. Напоминаю, что все выпуски нашей программы, а также полные версии всех сюжетов, доступны на нашем сайте стмеги.ком. В студии была Татьяна Исакова, Шаблотов, Худокумэк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова